Приветствую всех зрителей на своем втором канале. Все мы прекрасно знаем, что аккумуляторы литий-ионные боятся глубокого разряда. Вот такие обычные аккумуляторы, например, от ноутбука стандарта 18650, нельзя разряжать ниже 3 вольт. Но некоторыми производителями допускается разряд до 2,5 вольт. Но в целом они боятся глубокого разряда. Это мы прекрасно знаем. Но, несмотря на это, я решил провести опыт, что случится с литий-ионным аккумулятором при глубоком разряде и насколько ухудшатся его характеристики. Цель опыта исключительно любительская. Значит, условия опыта следующие. Мы будем для начала зарядим аккумулятор полностью, хотя он заряжен. Измерим его внутреннее сопротивление. Разрядим до напряжения где-то 3 вольт, чтобы выявить его реальную емкость, среднюю емкость. Разряд будет происходить током 1 ампер. После того, как мы узнаем внутреннее сопротивление и емкость, мы начнем, собственно, основной наш опыт. Значит, здесь я 8 циклов предусмотрел, хотя, в принципе, может быть больше или меньше, в зависимости от того, насколько быстро аккумулятор сдохнет. Значит, первый цикл, каждый цикл из себя представляет, ну, понятно, да, процесс заряда и разряда. Мы будем заряжать аккумулятор до напряжения 4,2 вольт. При этом мы также измерим емкость при заряде, хотя это в целом не важно, но мы измерим и запишем. Далее мы разрядим аккумулятор до значения 1 вольт, то есть это глубокий разряд. Мы не будем его разряжать в хлам. Ну, я, скажем так, прикинул, что 1 вольта хватит. Ни с чем это не связано. Разрядим до 1 вольт, сделаем замер емкости при этом. Далее опять его зарядим полностью до 4,2 вольт, запишем емкость и опять же разрядим до 1 вольт. И так 8 раз, но может и меньше, может и больше. После последнего цикла мы зарядим аккумулятор до 4,2 вольт и разрядим до 3 вольт, как в первом случае, до вот этого опыта. И посмотрим, снизилась ли емкость аккумулятора и на сколько. А также измерим внутреннее сопротивление и сравним с начальным внутренним сопротивлением. Таким образом узнаем, насколько ухудшились характеристики аккумулятора. Повторюсь, опыт исключительно любительский. Многие сейчас скажут, что в этом нет смысла. И так все знают, что литиевые аккумуляторы деградируют при глубоком разряде. Но мне лично, честно сказать, очень интересно, как быстро они будут деградировать и насколько сильно ухудшатся основные характеристики. Для начала мы сейчас измерим напряжение, чтобы вы убедились в том, что аккумулятор полностью заряжен. Блин, засвечивается сильно. Так, он 4,17, ребята. Значит, еще я забыл момент. Это то, что между вот этими циклами, точнее, я, допустим, зарядил аккумулятор, далее я подожду где-то пару часов и лишь после этого начну процесс разряда. И так в случае каждого цикла. То есть мы не будем процесс производить скоростным образом. Так, значит, далее мы измеряем внутреннее сопротивление аккумулятора с помощью соответствующего прибора. И внутреннее сопротивление около 97 мОм. То есть аккумулятор далеко не первой свежести. Это, думаю, понятно. Я, конечно, предварительно измерил сопротивление и записал. Так, теперь мы начнем процесс разряда. Аккумулятор подключен к электронной нагрузке и готов к разряду. Использована четырехпроводная система измерений для минимизации потерь на силовых проводах. Значит, давайте выставим параметры разряда, как договаривались. Сначала мы будем разряжать до 3 В. Параметры, правда, я уже выставил. До 3 В для выявления основной емкости аккумулятора. Ток разряда 1 А. Напряжение на аккумуляторе сейчас где-то 4,14. И нажимаем на разряд и процесс у нас пошел. Нагрузка включилась. Здесь мы увидим основную емкость, которую отдал аккумулятор. Здесь энергия в Ватт-часах и время разряда. Остальное, в принципе, не важно. Так, аккумулятор был установлен в ранее показанный холдер, то есть держатель от предыдущего прибора, который прибор для выявления внутреннего сопротивления, то есть миллион метра. Но это тоже, в принципе, не так важно. Итак, процесс заряда практически близится к концу. Напряжение на аккумуляторе стремительно падает. И сейчас, я думаю, заряд полностью завершится. Но, во всяком случае, мы видим, что аккумулятор отдал около 1450 мАч. 5 Вт где-то, 5 Вт часов. Так, все. Процесс завершен. Разряд длился час 27. Ну, полтора часа практически. И мы записываем полученные данные. 1450. Так, вот наши начальные данные. Разряд при разряде током в 1 Ампер. Емкость 1450 мАч. И начальное сопротивление 97 мОм. Но я повторю, что аккумулятор не первой свежести. Но это в данном случае не особо важно. И сейчас мы начнем наш основной опыт. Я сейчас аккумулятор буду заряжать до напряжения 4,2 В. Вольта сделаем замерзли емкости. Затем разряд уже до 1 В и так далее. Поставил аккумулятор на зарядку. Зарядное устройство специализированное. Но это достаточно старая моделька. Хотя вера служит уже несколько лет. Значит, здесь у нас показывается емкость. Емкость. Залитая емкость в миллиампер часах. Далее ток заряда. В данном случае 1 Ампер. И напряжение на аккумуляторе. Пускай пока зарядится. По завершению процесса мы начнем процесс разряда. Но уже до напряжения 1 В. И так несколько циклов. Итак, процесс заряда завершен. Здесь я укажу то, что в начале процесса я был вынужден на небольшое время отключить устройство. И к тому моменту в аккумулятор успел уже залиться где-то 40 мА. И на данный момент мы видим 1440 мА залитой емкости. Добавляем еще 40 мА. И в итоге 1480. Итоговая емкость, которая была залита в аккумулятор. Записываем эти данные и разряжаем аккумулятор. Так. Аккумулятор подключен к электронной нагрузке. Единственное, что я здесь поменяю, это напряжение и окончание заряда. Как договаривались, делаем 1 В. И в принципе все. Ток 1 А. Да, все нормально. Запускаем нагрузку. И разряд пошел. Ждем. Аккумулятор у нас разряжен. И сейчас мы увидим емкость, которую отдал аккумулятор при разряде в 1 В. Но здесь напряжение уже поднялось. Это в принципе не важно. Разряд у нас был до 1 В. Значит, 1866 мАч он отдал. Разряд длился 1 час 51. Записываем эти данные и заряжаем аккумулятор до 4,2 В. Начало второго цикла. Аккумулятор полностью заряжен. Залитая емкость. 1900 мАч. Записываем и переходим к разряду. Процесс разряда близится к концу. Аккумулятор отдал примерно столько же, сколько и в первом случае. Даже чуть-чуть больше. 1875, думаю, в конце процесса будет. Сейчас там практически 1 В на нем. Да, вот 75. И еще чуть-чуть. И электронная нагрузка отключится. Все. Значит, итоговая емкость. 1800, ну давайте 80 напишем. Ну а теперь начинаем третий цикл. Поставлю аккумулятор на зарядку. Третий цикл. Заряд завершен. Залитая в аккумулятор емкость составила 1890 мАч. Записываем. Переходим к разряду. Только что закончился третий цикл. И, значит, у нас аккумулятор набрал 1876 мАч. Ну и, в принципе, на этом все. Записываем полученное значение. Заряжаем аккумулятор. То есть, начинаем четвертый цикл. Начало четвертого цикла. Аккумулятор заряжен. Емкость 1892. Конец четвертого цикла. Аккумулятор отдал 1876 мАч. Начало пятого цикла. Аккумулятор заряжен. Емкость 1894. Конец пятого цикла. Аккумулятор разряжен. Отдал 1873. Начало шестого цикла. Заряд завершен. Емкость 1882. Разряд окончен. Аккумулятор у нас отдал. Сейчас посмотрим, сколько. 1869 мАч. Начало восьмого цикла. Залито 1878. Последний цикл завершен. Аккумулятор полностью разряжен. И отдал он 1869 мАч. Восемь циклов уже позади. Я аккумулятор полностью зарядил. Сейчас мы будем его разряжать до напряжения в 3 В. чтобы понять, какая емкость осталась. Будем делать точно то же самое, что и в начале. И перед тем, как начать разряд, я измерю внутреннее сопротивление. Значит, было изначально у нас 97 мОм. Стерлась надпись. Но это, думаю, понятно. Аккумулятор переставлялся неоднократно за эти несколько дней, что я провожу тесты. 97 мОм было. Изначально внутреннее сопротивление втыкаем. Я уже воткнул, честно сказать, ребята, и глазам не поверил. Внутреннее сопротивление уменьшилось. То есть, что можно сказать, исходя из этого? Вероятно, циклический процесс разрушает какую-то там пленку, которая образуется. То есть, что-то наподобие сульфатации в случае кислотных аккумуляторов. То есть, это циклические вот эти заряды-разряды разрушают это. И благодаря этому внутреннее сопротивление аккумулятора уменьшается. Возможно, этому поспособствовал глубокий разряд. Это я не могу утверждать, но мы видим, что внутреннее сопротивление стало меньше. То есть, теоретически, если проводить больше циклов, то можно внутреннее сопротивление сделать еще меньше. То есть, с каждым циклом уменьшается. Но я думаю, вы прекрасно знаете, чем меньше внутреннее сопротивление, тем лучше, тем больше ток отдачи. И тем большим током можно заряжать аккумулятор. Ну и так далее. То есть, здесь у нас все классно. Аккумулятор, вот видим, что полностью заряжен. Первый интересный момент уже у нас появился, скажем так. Теперь разряжаем аккумулятор, чтобы понять, какая емкость тут осталась. Итак, ребята, наконец-то наш эксперимент завершен. Сейчас аккумулятор полностью разряжен, ну точнее до 3 В, чтобы выявить его остаточную емкость. И 1491 мАч он отдал. Разряжался час тридцать, ну полтора часа почти. Итак, вот он наш аккумулятор. Теперь давайте перейдем к итогам и посмотрим, что у нас получилось. На самом деле достаточно долго длился этот опыт, где-то без малого неделю, наверное. Мы за это время циклический аккумулятор использовали, то есть циклический заряд-разряд. И в 8 циклов аккумулятор прошел. И напомню, что исходные наши данные, это при разряде, начальные данные вернее, при разряде током в 1 А до напряжения 3 В, аккумулятор отдал 1453 В. В самом начале у него было внутреннее сопротивление 97 мОм. Здесь вот некоторые данные я округлял изначально, но потом понял, что здесь разброс будет маленький очень. Поэтому потом пересмотрел видео и записал более точно, что мы получили. Так, и у нас это было в самом начале, это было в самом конце. То есть было 1453, стало 1491. И также уменьшилось внутреннее сопротивление, что не может не радоваться. 97 до 92 мОм. И любой, кто увидит результаты этого теста, скажет, что аккумулятор наоборот набрал емкость и восстановился. Внутреннее сопротивление уменьшилось, и это очень хорошо. Хорошо. Честно сказать, я вообще не ожидал таких результатов и не могу понять, с чем это связано. Я даже некоторые дополнения здесь написал. Некоторые дополнительные данные, о которых вам стоит знать. Значит, здесь все эти процессы циклические были сделаны с интервалом 2 часа. То есть заряжал, оставлял аккумулятор 2 часа, затем разряд. Опять оставлял 2 часа и заряжал. Это все проходило при средней температуре 23 градуса по Цельсию, плюс-минус 1-2 градуса, не больше. Потому что я отопление специально не увеличивал, не уменьшал температуру комнатную за все это время. Так, заряд-разряд у нас проходил стабильным током в 1 ампер. Разряд до 1 вольта. Напомню, что это критически низкое напряжение для литий-ионных аккумуляторов. И все мы прекрасно знаем, что не допускается разряжать литиевые аккумуляторы до таких значений, поскольку пойдет деградация, резкое ухудшение характеристик. Но мы сейчас наблюдаем абсолютно обратное. Еще один момент, что аккумулятор у нас очень старый, древний я бы сказал. Так, кстати, забыл указать, что из-за большого внутреннего сопротивления при разряде током в 1 ампер аккумулятор нагревался до температуры где-то 45 градусов. То есть, так тепленький он достаточно был. И это только во время разряда, кстати, наблюдалось. Заряд тоже, напомню, что протекал током в 1 ампер. Значит, погрешность наших испытаний плюс-минус 2 процента, не больше. Не больше 2 процентов. Электронная нагрузка высокоточная, зарядное устройство такое достаточно неплохое. Так, заряд у нас до 4,2 вольта, разряд до 1 вольта и так 8 циклов. Начальная емкость аккумулятора 1453, конечная емкость 1491, начальное внутреннее сопротивление 97 миллион, конечное 92 миллион. Честно сказать, вот слов не нахожу, поскольку я думаю, что вы со мной согласитесь. Вот в какую литературу бы ни смотри, там, где написано о литий-ионных аккумуляторах, все твердят, производители, независимые, как бы, источники, твердят, что они очень сильно боятся глубокого разряда. Ни в коем случае нельзя их разряжать до, там, 2,5, ниже 2,5 вольт. Но мы здесь видим совершенно обратное. Глубокий разряд не губит аккумулятор, а наоборот восстанавливает его. Я не знаю, если кто-то захочет, если у вас есть возможность то же самое сделать, я очень буду благодарен, если погоняете хотя бы, там, 8-10 циклов, и запишите все данные, и в комментариях напишите, что у вас получилось. Я не думаю, что это, как бы, единичный случай и какой-то у нас экстраординарный, суперкрутой аккумулятор, который не боится глубоких разрядов. Нет, это самый обычный, хотя и достаточно качественный, но древний аккумулятор. Вот так, друзья. Значит, опыт, кстати, начался в Рождество. 7-го числа я его начал. Вот так. Значит, еще я здесь хочу провести опыт, точнее уже условия записал по поводу никель-кадмиевых аккумуляторов. Дело в том, что очень много спорных моментов, связанных с ними, то есть, там, эффект памяти и так далее и тому подобное, мы про все это знаем. Но во многих источниках, вот разные данные пишутся, до какого напряжения нужно разряжать никель-кадмиевые аккумуляторы перед тем, как зарядить. В некоторых источниках там 1 вольт, в других 0,7 вольта нужно разряжать. Это чтобы эффект памяти не влиял на емкость, характеристики не ухудшались. Их перед каждым процессом заряда нужно разрядить. Но до какого напряжения, как бы, тут уже мнения разнятся. Поэтому я хочу сделать эксперимент. Два абсолютно одинаковых никель-кадмиевых аккумулятора. Один я буду разряжать до напряжения 1 вольт, другой полностью до нуля буду разряжать. И посмотрим, что получится. Если вы, в общем-то, хотите видеть видеоролик на эту тему, просьба оставить отзыв в комментариях. А с литевым аккумулятором очень-очень интересный момент вышел. Это, возможно, какой-то хитрый маркетинг со стороны производителей. Либо нас все это время обманывали. Но я, ребята, не плоскоземельщик. Поняли, да? Поэтому я сторонник научного метода. А научный метод как-то странно действует в этом случае. Ладно. На этом, друзья, долгое видео подходит к концу. Для вас, возможно, не таким оно и долгим было. Но для меня около недели длилось. Не забываем оценить это видео, подписаться на наши группы. А на этом все. Пока.